Итак, продолжаем карантинить. Сейчас буду запекать куриную грудку. Здесь две куриные грудки, я их разморозила, с грибами и с помидоркой. Лев, не кричите, пожалуйста. Так, на соус у меня тут остатки совсем чуть-чуть кальве с чесноком. Он там уже размельченный, видите, уже готовый. И немножко специи добавлю. Такой соус сделаю сейчас. Можно я это помешаю? Можно руки помох? Помешаю. Ты сама хочешь? Давай. Куриные грудки помыть. Ну вот, куриная грудка, грибы, майонез, чеснок, специи. Ой, еще посолить чуть-чуть надо. Немного, потому что в специях есть соль. Еще, Масяничка сейчас будет мешать. Ой, прям так? Да, прям так, двумя ручками. Резинки лучше снимаешь, чтобы в майонезе будешь еще. Ну я от низинка напрасляю, помнишь, который Егор купил? Ты прям, ай, как это начинаешь. Давай, давай уже. Ай, не могу, Ура. Маш. Макит, давай, да, буси. Ай, не могу. Так, все, иди отсюда. Не, подожди. Ай, не могу. Давай, давай. Все, размешиваем, размешиваем. А-а-а, это такое, господи. Все, 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 мешай. Оно размешается, не вытаскиваем. Точно размешается? Все размешается, не переживай. Маш, сухой эмоцией. Ужасно это. Все, мешай, мешай, мешай. Какой-нибудь стресс. Ну, все, сейчас в эту форму и в духовочку. Ну, сколько ты тут стонать будешь? Давай быстрее. Никто этого не видел. Все? Ты так, ну все, остановись уже. Все, все, сейчас в кашу мне там все перемесишь. Все, давай. Все, ручки мой. Давай. А, подожди. Все, мы. Так. Так, ну, будешься. У меня еще другой чесноком будут вонять. Да, будут. Итак, теперь все в форму. Маш, не кричи, я умоляю тебя. Так, теперь помидорка осталась. И вот это вот все вот сюда. И в духовочку. Ну все, можно вот так примерно это все накладывать, очередовать с помидоркой, с грибами, как угодно. То есть я так, в полуперемешку сделаю все. Так, ну вот так примерно курицу я положила. И вот так просто сейчас заложу грибами. Можно посыпать сыром. Вова хочет, чтобы сыром посыпали. Мне кажется, пока не надо, разве что под конец уже. Вот такой соус хейнс. Это, кстати, бомба. О, какой я, давай нюхай. Ты понюхай, там что-то с карри, там прям очень вкусно. Ну, для курочек в самый раз. Да. Я тогда пойду на половинку, ладно? Ты, может, ты грибы хочешь полить? Ну, я хочу там курицу полить, но она пропитается под домом. Ну, давай, все, не лей, ладно. Да. Я не хочу этот соус. Ну, я вот на половинку только налью. Ну, надо было раньше, вов, я бы все размешал этим соусом. Что-то сверху его полил. Давай размешаем мне рука. Ну, размешивай там это внутри этих. Потому что что-то... Все не делать, все не делать, только... Ну, Лиза точно будет с твоим соусом, да, да, да. Ну, все, вот это классно. Ну, все, а теперь каша-мала называется. Нормально. Так разложила красиво. Вот это вот, мы уже пробовали, и для курицы просто вообще нечто. Это так вкусно, ребята. Ну, помидорка еще у нас, остаточек, вам положили. Так, ну все, ставим духовочку. Так, папик сейчас разогреет нашу лепешечку. Снимательно, такая лепешка вкусная. Вот такая толстенькая. Я и так люблю, но вам любят греть. Ой, Маш, прости, Маш, прости, пожалуйста. Лиз, вкусно? Маш, садись. Лев, яш. Лев, яш. Ребята, привет. Многие там спрашивали показать фотки. Ну, не прямо совсем молодости, на самом деле фотки всего десятилетней давности. И вот хотим показать. Вот у нас есть такой альбомчик, один из. У нас, на самом деле, огромное количество таких альбомов. Такие альбомы. Это Еленочка сама тут собирала, короче, делала у нас такие памятные альбомчики. Вот, что хотим показать. Вот такой вот у нас альбом. Вот. И здесь наше путешествие по, скажем так, Германии, Мюнхен, и Бельгия, и Голландия. Это было одно, на самом деле, большое путешествие с друзьями. У нас была большая компания. Короче, это аэропорт Мюнхена, все, кто знает, тот знает. Кто там в Германии с начала. Десятый год, да, получается? Ну, да, это девятый год сентябрь. Да, то есть у нас Левику тут три годика только исполнилось. А мы остановились, да, это мы остановились, да, в центре Мюнхена, замечательный отель, уже не помню, как ее называется, что-то там, Хофф. Это только прилетели. Вот, да, это наша большая компания, мы ездили на нескольких машинах и путешествовали, и путешествие, кстати, было у нас автомобильное. Вот, ну, естественно, как... До Германии, мы, кажется, долетели. Мюнхен без пива, Мюнхен без вина тоже не бывает, а мы поклонники вина, поэтому, в общем, это наши там... После Италии, да, мы влюблены в вину. Да, это прогулки, да, прогулки по Мюнхену, да, давайте вот так вот дальше. Это, соответственно, главная площадь Мюнхена и ратуша. Да, ратуша, чтобы вы понимали, это, в принципе, она там находится, один из самых знаменитых ресторанов. Многие знают, наверное, кто путешествовали, знаю, ну, понятно, с фигурами. Но у нас в Германии смотрят, может быть, кому-то будет интересно. Да, им большую очередь. Ой, а это, я помню, это Майкл Джексон. Да, у нас... Как раз Майкл Джексон, да, ставлю. Это место, да, памяти Майкла Джексона. Соответственно, ну, как обычно, то есть, никого не удивили. А это, кстати, в ратуши. Да, это внутри в ратуши, это вот в ратуши, да, мы сидим, да, выпиваем все. Это, это, и, что самое главное, мы были на Октоберфест, да, фестивале пивного. Что такое Октоберфест, давай? Ну, вкратце. Ну, вкратце, это пивной фестиваль, который в свое время был посвящен свадьбе, по-моему, вот этих вот, там, короля и королевы, которые устроили большую училинку, с тех пор он проводится в Германии. Ну, я так сейчас не очень подробно могу. А мы были на двухсотом, да? Двухсотлетие, по-моему, да? Или столетие, или двухсотлетие. Нет, нет, двухсотлетие Октоберфест. Вот здесь вот написано, да. Мы были на большой-большой бати. Да. Ну, в общем, там просто все пьют, ребята. Ребята, да, там все пьют. И вот в таких шапках ходят. Пропускают до сих пор на заводную хипподром. Слушай, расскажи, как одет народ. Одет, мы сейчас все поставим. Вот, собственно говоря, да, видно, как одет народ. Нет, ну мы как бы без костюмов. Да, это, чтобы понимали, шнапс, который вы давали, вот так приходили шнапс и замеряли. Это вот это вон. И замеряли, а у кого-то это я, да. Я был еще больше, чем сейчас. Ой, подожди. Боже мой. В общем, это я уже стою на столе, все хорошо. Вот, вечеринка продолжается. Дальше, ну, естественно, я как огромный, большой поклонник BMW. И пользуюсь, кстати, я дую в трубочку. Вот здесь все обратно. На фестивале, да, на фестивале нужно было обратно. То есть не дуешь трубочки, чтобы узнать, что у тебя допустим уровень, что у тебя совершенно недопустимый уровень. Да, и чем больше, тем тебе больше аплодисментов будет. Знаменитый музей BMW. Здесь, в общем, я страшный фанат и поклонник. Да, Вова в Москве ездила только на BMW. Да, и в том что тоже. Да, это все дело, в общем, я люблю. И дальше, в общем, музей BMW не так интересно. Так, это у нас Франкфурт. Кстати, Франкфурт пошел. У нас есть подписчики с Франкфурта. Да, вот, кстати, Франкфурт мы у вас были, объезжали, смотрели. Было очень весело. Останавливались, да, где-то там в центре Франкфурта. Я забыла, как тоже отель назывался. Ой, это у нас друзья фотоят. Да, это мы... Ой, я вот про эту кофту. Да, но это потом попозже. Да, да, да. То есть вот, соответственно, да. И Франкфурт. Франкфурт, да. Это торговый центр большой, по-моему. Да, это торговый центр. Вот, знаменитая вот эта вот Евро, да. А это и всего там одна небольшая улица, достопримечательность, старый Франкфурт. То есть здесь он уже современный большой, как столица Германии. Это, ой, это офигенный ресторан, который мы совершенно случайно нашли, где прям при вас там повара просто сразу вот так, 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 готовят. Вот видите, это плита, он на ней готовит, и вот прям вы здесь и кушаете. Ну, естественно, проезжали Бремен, все знают его, знаменитые бременские музыканты. Вот, соответственно, да, вот статуя стоит их. Вот мы, кстати, за ножки держимся. За ослиные. Да, видите, они золотые почти, затерты. И нос надо потереть, и за ножки подержаться. В общем, мы везде потерли, все сделали, не знаю. Пока не помогает. Так, значит, дальше, это, соответственно, тот же самый Бремен. Я с подивовик, какие мы тут, 10 лет назад, по 30 лет. Вот, Бремен, Бремен, то есть мы гуляем по Бремену. И после Бремена мы заехали, вы знаете, да, что в Европе считается самый красивый город, по-моему, считается. Это, да, это, да, мама, это, да. Да ты что, мама, точно. Да, это город Бремен, кто не был, как бы побывает. Маленький, очень красивый городок, посмотрите, какие там дворики, улочки. Вот такая вот там милая. Да, как бы жить там, конечно, не хотелось бы, но... Ну, он маленький, такой, больше туристический. Ну, красивый, это очень место красивое. И вообще считается, как обязательный к посещению город. Мама, мама, папа, все, короче, свои. А, голубушки. Нет, это не голубушки. Голубушки будет в Вене. Соответственно, дальше, это, судя по фотографии, я не знаю, а, это брюгей, это все еще брюгей, это знаменитые мидии во всевозможных соусах. Хугарден, знаменитое бельгийское пиво. Баба, да, Лаврика. Да, это магазинчики, то есть это был сентябрь месяц, но уже все готово к Рождеству, шикарные магазинчики. Да, продавались очень красивые игрушки. Мы с местными жителями. Это не местные жители, наши друзья. Да, Лавруша, мама. Правильно, мама. Да, это Патсдам, кстати. Это мы уже доехали до Патсдама, тоже знаменитый город. Патсдамская конференция проходила после Великой Отечественной войны, и там, в принципе, очень знаменитые исторические места, кто знает. То есть это Патсдам. Вот. Это Кюльмбах, кстати. Кюльмбах, это... Лаврик, мама, мама. Это было наше такое рандевую, и все на тот момент только выставили автомобили. Да, у нас было целое... Картеджи из трех или четырех автомобилей. Мальчики фотаются, девочки фотаются. Не все, правда. Да, и мы на них путешествовали по Германии. Ну, естественно, о чем еще путешествовать по Германии? По Голландии и по Бельгии. Да. Это было большое путешествие. Это было очень большое путешествие. И очень долгое, и очень интересное. Вот, соответственно... Ой, посмотрите, как Германия выглядит. Красные крыши домов, белые домики. Да, ну, кто не видел Германию, а немцам привет. Вот. Соответственно, как бы... Это мы куда-то забрали. Кюльмбах знаменит пивом, как, в принципе, вся Германия. Да, это Кюльмбах все город. Вот. Мы здесь, соответственно, путешествуем, смотрим. Ну, естественно, выпиваем пиво. Что же мы еще можем пить? Вот. Мама не пьет пиво, совершенно верно. Но, вот, кстати, мама не пьет пиво, посмотрите. Вот именно. Вот мама и не пьет пиво. Детей дезинформировали. Ладно, дальше двигаемся дальше. Гамбург. Я не пью пиво. Ой, подожди, смотри, какие вкусняхи там. Ребята, да, да, да. Мы сейчас это бесполезно расскажем, что она отсюда не пахнет. Гамбург. Лавруша мешает. Знаменитый портовый город, портовый хаб вообще. В город, в который мы, да, в который мы приехали ночью и увидели, как возле нашего ресторана магазин с гробами был такой. Это очень, такая же витрина, в общем, все красивенько так. Да, как бутик такой был. Вот, соответственно, да. Гамбург, 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 ну, все, то есть, в общем-то, все его площади, магазины тоже, там, не один день проведенный в Гамбурге. Это китайский квартал какой-то или китайский, какое-то какое-то мероприятие. Да, да, вот, вот, лебедей мы кормим, как раз, да. А вот, точно лебеди. В общем, это Гамбург. И, конечно, Брукселс, господа, мы можем похвастаться тем, что мы были в Брюсселе и останавливались в знаменитом Софителе. То есть, это самый дорогой отель в Брюсселе на тот момент, да. Ну, в принципе, сейчас это считается. То есть, мы жили в Софителе. Непонятно, правда, почему правду говорим, да. Но, реально, извините, но мы приехали, мы не знали, как там сидеть и как там стоять. Да, кстати, это люстра, это кресло, это просто коридор. Да, потому что, в общем, у нас был такой, некоторый шок на эту тему, да, вот так, потому что мы даже не ожидали, что это будет так, так и тогда. А мне удобнее монтироваться. А как мне выйти? Вы могли бы как-то лавру в ушу там или как-то что-то отвлечет. Сейчас, сейчас помогу. Маш, подожди, подожди, давай, да. Так, это что? И, ребята, знаменитый письющий мальчик, брюссельский, бельгийский, да. Кто слышал письющий мальчик? А там фишка какая? Мальчик обычный, письющий, у него фонтанчик такой. А его на всякие праздники одевают в разную одежду. Ребята, в общем, это разводка. Мы к нему перлись фиг знает сколько, в итоге пока доперлись. Вот такая куколка. Да, он маленький, непонятный на перекрестке, и вообще мы даже не поняли, до чего уперлись. Но знаменитость надо было. Ну, соответственно, центральные улицы Брюсселя, это мы Брюссель, это, в общем, скажем так, все весело, задорно, как всегда, естественно, с бельгийским пивом. Это, кстати, вот это вот, знаменитые бельгийские эли. Кстати, в Бельгии больше 900 сортов пива, поэтому мы попробовали два. Вот, Хугарден и Чимай. То есть, это потом, позже, я понял, что это была ошибка, надо было пробовать больше. Более, что это? То бризанское пиво. Это мини-европа, да, все, что вы видите, это, в принципе, очень большое. И Европа в миниатюре, это комплекс парк, где можно ходить, если выходит. Это все маленькое. Да, и смотрите. Далее, опять, ну, всевозможные магазины, рестораны, естественно, пицца. Да, это вот мы выезжаем и расстраиваемся сюда. И бельгийские вафли, конечно же. Вот, кстати, как они продаются машинами. Вот так они выглядят, вот мы их едим. Вот так они выглядят. Можно туда наливать все, что угодно. Вон, видите, там и ягоды, и сыпать, и шоколад, и все, что угодно. Да, 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 есть почва для рецептуры. Это Амстердам. Следующей точкой, но мы уже едем довольный, но уставший, как говорит, Амстердам. А, сразу видно, вот это. Ребята, если бы я... Это парковки в Амстердаме велосипедные, если я бы там остался велосипед, я бы за ним никогда бы не вернулся. Я машинку иногда я найти не могу. Амстердам не могу. Это причем очень маленькая такая парковочка, на самом деле они многоярусные, и там просто миллионы велосипеда. Соответственно, в отеле, около отеля, и, естественно, улица Красных Фонарик, а я думаю, куда же без нее. О, точно. Да, снимать там вообще... Он начинается, загораются фонарики, это вечер. Выходят женщины, загораются фонарики. И выходят женщины на витрины. Да, это всевозможные виды велосипедов, которые, знаете, у них есть там похороны велосипедов, есть, в общем, столько услуг. Я еду, ботаря. Вот, столько услуг, все в велосипедах, все, весь город в велосипедах. Это вообще, вот смотрите, женщины везут детишек. Да, детишек, покупки и прочее. А и вот опять велосипеды, велосипеды. Здесь будут сплошные велосипеды и, естественно, галоши. А, да, галоши. Галоши, галоши. Вот такие вот, видите, как в старых сказках. Ганс, Грета, естественно. Тюльпаны и, естественно, на милочку, да. Да, кстати. Не знаю, мы не пробовали. Да, мы не пробовали. Вот, поэтому, как бы, мы, мы, мы пили вино, на самом деле. Вот, что, кстати, показано на этой картине. Вот. Во, после этой картины я себя не помню. Да. Мы, на самом деле, нам что-то в пиццу подсыпали. Как вы поняли? Явно не в вино, а просто в пиццу. В общем, Амстердам, да, прошел на ура. Все было супер. Дрезден, ребята. Дрезден, следующий пункт. Да, Дрезден, и это очень красивый город, река Эльба. Ой, там это, как, фраун Кюрхе. Да, фраун, да, вот она, фраун Кюрхе, и река Эльба, как бы, ну... Посмотрите, вот эти вот камни, это единственное, что уцелело, правильно? Да. Он отстроен заново, а знаете, во время войны его разбомбили просто подчистую. Бедный город, и вот эти вот камни, вот эти темные, вот эти квадратики, это настоящие камни от этого собора, все остальное отстроено заново. То есть вот таким образом они оставили... Есть фрагмент, вот мы фотографируем, то, что уцелело после бомберек, но его сильно бомбили, да, очень сильно разбомбили. И здесь же была вот река, вот у меня на заднем была река Эльба, здесь была встреча союзников, то есть американские, российские и советские тогда войска здесь, как бы, встречали перед штурмом дальнейшим, да, продвижением по Германии. Ну, естественно, сосиски, немецкие рынки, довольная Лена, потому что я спил, мы сосиска, видите, а она с Кока-Ковой, как всегда. А я без гената. Ну, вот поэтому... Так, Берлин, ну, Берлин... Берлин, понятно, все узнали. Да, мы жили в самом центре на Фридерсстрассе, просто знаем это по фильму «17 на невесны», вот показываем, то есть, да, все, что видим, показываем. Оставили большую очередь, естественно, на Рейхстаг. Да, мы туда попали. Да, естественно, попали. Вот она очередь, кстати. Мы стоим в очереди. А вот я показываю фотографию, где крепится флаг СССР на тот момент, да. Ну, все знают, это открытка. Да, открытка, где советский воин закрепляет флаг, и вот в этом месте мы как раз-таки фотографируемся. Стоит именно на этом месте сейчас. Да, в общем, это знаменательное место. Дальше мы велосипедные прогулки по Берлину. Да, мы взяли слово два велосипеда и погнали. Да, и катались, в общем, да, там целый день по Берлину. Естественно, мы съездили на... Я забыл, как парк он называется... Я тоже не помню. Я забыл, как он называется парк. Где стоит, да, знаменитый... Это советский солдат с немецкой девочкой на руках. Как кто? Темпл, да. Темпл парк, да, темпл парк, по-моему, да, он называется. Вот, ну и понятно, что после этого вино, как обычно. Ну, смотрите, какой он большой. Он реально такой большой. Да, он реально большой. Дальше мы, естественно, посидели в музее Мадам Тисо, где, да, все нафотались. Моя любимая Дженнифер Лопес. Бовин, любимая Алида. Да, это Мухаммед Али. И пошло-поехало. На тот момент, да, с канцлером, с... Ой, правда. Да, это Черчилль, это не Рузвельт. Ой, слушай, точно. Да, ну, короче говоря, пошли там Мадонна. И, естественно, вот на тот момент, как и сейчас, в принципе, мой герой и персонаж, на которого я пытаюсь быть похожим. Вот. Да, битвы и все. Ну, понятно, там дальше. Кёльн, ребята, это сумасшедший город. Это можно отдельно в него ехать посещать, да. Это сумасшедшее место, мы были на самом верху. Вот, мы вам, кстати, можем сказать о том, что у нас буквально сегодня есть такие, можно сказать, очень хорошие новости. Мы сегодня у нас тоже друзья есть тоже в Германии. И они сказали, что в их новостях уже на сегодняшний день рассказывают о том, что, возможно, с 1 мая будут открываться рестораны, торговый центр. То есть это пока такая информация, которая, в принципе, можно сказать, инсайдерская. Но Германия планирует уже выходить из этого пандемического кризиса, поэтому скоро мы все вернемся к своей привычной жизни, к путешествиям. И поэтому мы решили подготовить такой выпуск, такой «Орел-решка без выезда». Вот так, да? Вот, поэтому мы, соответственно, показываем, то есть все, что вы увидите, да, вы потом можете посмотреть воочию. Когда все это откроется, вы сможете посетить. То есть пёль обязательно рекомендован. Это мы наверху, посмотрите, какие старости. Лена любительница полазить по развалинам. Ой, я обожаю. Мне вот хлебом не кормить, да и залезть наверх. Да, вечером я пью пиво, она пьет кока-колу, и потом мы вместе идем на развалины. И, соответственно, мне как бы это так. Ну и возвращение, по-моему, опять в Мюнхен. Нет, это все Кёрн, извините, Кёрн. Это Кёрн, Кёрн. Вы знаете, очень интересная история вот этого фонтана знаменитого на площади. Кстати, о соборе. Вернусь немножко к собору. Вы знаете, что когда его достроили, вы устроили, по-моему, 400 лет? Ой, да, там нет, по-моему, больше, чуть ли 600. Короче говоря, когда его достраивали, уже начали ремонтировать вторую часть. Реставрировать. Да, реставрировать. Поэтому, в общем, так, скажем так, хорошие строители. Ну, это монументальное просто. Да, фонтан знаменитый. То есть там показаны гномики, которые по ночам за кёльцев работали. Кстати, в Кёльне пьют не пиво, пьют кёльш. И пьют только вот из таких стаканчиков. Это очень-очень, как бы, своя праздная. Да, там на самом деле очень легкий такой, немножко цитрусовый, с цитрусовым послевкусием. Чисто кёльники. Да, естественно, рульки. Вот она, рульчка. И, в общем, будете в Кёльне пейте кёльш, посмотрите на фонтан, гномиков увидите. Раньше все завидовали кёльцам и считали, что они ничего не делают, а только тупиво отдыхают. За них работают гномики. Вот видите, как про всех так думают. Смотришь на людей, думаешь, как же у них все хорошо, за них гномики работают. Да, они ничего не делают. Деньги сами цикутся. А, соответственно, потом в итоге вышла вот эта женщина и решила посмотреть. Спугнула гномиков, теперь кёльцы работают сами. Вы понимаете, в чем проблема. Вот так вечно придет к женщине, всех спугнет. Потом работает сам. Это реальный такой у них миф, который... И этот фонтан этому, как раз, посвящен. Вот это женщина с фонариком, это гномики. Да, да, да. Настопримечательность Кёльна. Да, это... О, боже мой, это пролистать надо. Это надо пролистать, да. Вот на самом деле, когда нам вот эту маленькую штучку дали, мы до сих пор так и не знаем, что это за напиток. Вот нам сказали, что... Это видите, это маленькие пузырьки и глазки к ноту. Да, вся фишка сказали, что вот когда ты что-то выпил алкоголь, то после этого ты можешь принять вот эту вот замечательную жидкость. И потеряешь сознание. Нет, ничего никакого сознания не потеряешь, потому что это как бы полезно, да. Но больше одной сказали нельзя. Мы поняли инструкцию буквально, что больше одной нельзя. Ну и, соответственно... И вот это вот все мы. Дальше вот так... Смотрите, какой стол. Дальше вот так вот вкратце вот можно показать, чтобы... Да, это все мы. Если за это я знакомлю с местными жителями, это правда, да. Это я обмениваюсь, да. Вот, соответственно, продолжение Кёльской рапсодии. Кошмар какой. Музей шоколада и Милка. Потому что здесь меня уже снимать нельзя было, да. Это ты пел песню. А вы знаете, чем знаменит? Я помню, ты пел песню. На самом деле Кёльн знаменит тем, что там впервые появился одеколон. Потому что одеколон переводится Оде де Кёльн. То есть это как раз-то вода из Кёльна. И одеколон, слово вообще и само понятие, оно образовалось в Кёльне. Но, по крайней мере, как нам рассказали местные, как бы каждый кулик обычно свое болото хвалит. Все говорят, вот все, что вы знаете, изобретенец, но здесь. И точка. Да, и мы как бы поняли, что да. Ну, если это не так, сорян. Это пробный выпуск Орла и Орешка для нищих. Вот так скажем, потому что мы теперь выезжать не можем. Можем только фотографию посмотреть. На самом деле мы сами фотографии эти не видели много лета. С удовольствием сами посмотрели. А мы засняли. Если вам понравилось, ну говорите, у нас еще таких альбомов много. Мы можем делать выпуске. А первый, 12, 24, как бы о том. Можем подробнее показывать, если надо. Какое пиво мы пили, сколько оно стоило на тот момент. Кто сидел за соседними столиками. Поэтому, пожалуйста, как бы пишите, если оно надо. Ребята, посмотрите, что мы смотрим. «Карантин» — это передача «Орел и Орешка». Ребята, наша любимая передача. Мы ее смотрели раньше, когда хотели куда-то лететь, ехать в какую-то страну, путешествовать. Сегодня они сняли... Что вы, как они сняли? Они сняли про карантин, да. Да, два выпуска, правильно? Да, посмотрите в интернете. Это очень прикольно. Это очень интересно. Как мир изменился по всему миру. На самом деле показывают наших ребят, русскоговорящих, кто живет в разных абсолютно странах. И они показывают и рассказывают, как они живут. Вот, например, Венеция, Италия, Иордания, США. Что там еще? Да все подряд. Посмотрите, короче, тебе интересно. Смотрите, очень интересно, ребят. И за холопать. И за вечерний наш ритуал. Да, вон там кто-то. Левки нету? Малышня с нами. И Левка с нами. Хлопаем. Хлопаем. Давай, хлопай. Раз, два, три, все начали хлопать. Зажгли. Хлопаем, хлопаем. Молодцы. Малышня. Вон там слышно. Все горят, вот как на Новый год. Горит или все горит? Музыка начинает выходить. Музыка заиграла. Смотрите. Вау. Ой, ребята, сколько шума. Машины бибикают все, кто остался еще на улицах. Надо так делать. Лев, не кричи на них. Лев, что? Раз, два, три. Вон они уходят. Ага, точно. Она соседевая судьба. Прям соседи. Вон город оживает. Да, такое ощущение, когда ты не один. Давайте раз, два, три. В девять часов вечера такое ощущение создается, что ты не один сидишь дома. Все люди выходят на балкон. Все друг к другу кричат, хлопают. Раз, два, три. Понимаешь, что ты не один сидишь дома. Все люди. Музыка. У соседей? У соседей наши. Наши. С нашего балкона. С нашего балкона соседи, это как? Вон там. О, ребята, вообще дискотеку устроили. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Ой, молодцы. Вон все пляшут. Пляшут, танцуют, ребята, да. Музыка. Катюке нравится. Да, и так, кстати, у многих абсолютно на балконах играет музыка, выносят колонки. Громко-громко и долго это все продолжается обычно. Ну и пошла дискотека. Танцы. И так будет еще долго. Майами, да. Тусовочный Майами. Вот такой вот он Майами на самом деле, даже на карантине. Что творится на Майами-бич, мне даже страшно себе представить. Вот так оживает в Майами вечером. Отовсюду звучит музыка. Полиция готовится к комендантскому часу. Скоро будет тишина на улицах. Не будет людей, не будет машин. Но полиция уже начинает патрулировать. Добавил субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok